Всем привет, с вами еженедельный подкаст UwebDesign. Сегодня 5 октября 2015 года, выпуск номер 54. Время без 5.9 по-челябинскому. Всем привет. У нас сегодня есть несколько громких тем, и изначально обсудим, что нового в jQuery 3.0. Затем обсудим, порно двигает инновациями. Обсудим порно или обсудим, как оно двигает инновации? Да, как оно двигает своими инновациями. Да, и Twitter отменяет лимит в 140 символов. Погнали. У нас есть еще одна инновация, это... Или еще одно порно. IT-порн практически. Порно-хостинг. Да, SmartApe, наши любимые спонсоры. Инновация заключается в том, что мы отдельно записали джингл уже очень давно, и включаем его каждый раз, не напрягаясь теперь. Жми play. UwebDesign и хостинг-провайдер SmartApe.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе товар-услуги в подразделе безлимитный хостинг нужно нажать на кнопку заказать. В поле промокод ввести UwebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Начинаем. Давай. У нас, кстати, да, кроме того, что у нас есть громкие темы, у нас есть еще срочные темы. То есть у нас надо как бы не погрязнуть здесь в этой классификации, но тем не менее... Ты имеешь в виду, которые мы не назвали, но которые не менее важны? Которые прям, да, не очень важны. Если вы помните, я на прошлой неделе записывал обзор на OS X El Capitan. И у нас в UwebDesign, в принципе, его очень так прям хорошо встретили, его много смотрели. Я так понимаю, он любим остался зрителями, слушателями, почитателями. Любим комьюнити, я бы так сказал. И в комментариях там выяснилось, что... Ну, собственно, я тоже это выяснил уже очень давно. Что у пакетного менеджера Homebrew, который все используют для OS X, есть некоторые проблемы с El Capitan, которые, собственно, есть с каждым мажорным релизом, эти проблемы. Поэтому давным-давно уже могли бы понять вообще, как это все происходит. Но тем не менее, нету прав на директорию User Local у Homebrew после того, как переустановлена винда. О, винда! Как у меня прорвалось. Когда винда переустановлена поверх El Capitan. Да, тогда... Хорошо сейчас было. Так вот. Если у вас есть такая же проблема, она у меня была, но из-за того, что я с первой бета использовал еще в июне, я это тогда в июне устранил и как бы уже даже и забыл. Если у вас User Local существует, нужно просто права перепрокинуть через все H1. А если не существует, то зайти в Recovery Mode, там, создать эту директорию и перепрокинуть на нее точно так же права, перезапуститься, в общем. Сейчас все американские тетки с маками. What? Тебе говорят? Ну, они, понимаешь, Homebrew — это пакетный менеджер для разработчиков. То есть это как в CentOS или в Fedorium или там в Ubuntu, если я не ошибаюсь, apt-get. То есть это, короче говоря, это точно домохозяйкам нахрен не нужно. Если вдруг вы столкнулись с такими проблемами и все еще не нагуглили их до нашего подкаста, то обязательно вот... да. Ну, слушай, это полез... у нас уже очумелые ручки, это полезные советы. Ну, конечно, у нас, в принципе, скоро самый практический подкаст будет, не самый инновационный, как он сейчас, а самый практический. Это когда мы бутылки начнем пластиковые использовать. Из бутылок пластиковых маки делать начнем, да. Потому что у нас сегодня как раз в чатике все срались по поводу того, нужно ли делать Hackintosh, насколько вообще Hackintosh стоит того, чтобы знакомиться с системой и так далее, но в результате все посрались просто и все, как обычно. Ну, как нормальные люди, как цивилизованные люди. Короче, какой-то чувак из Португалии, Педро Альмейда, представляет нам следующую новость. Альмейда, причем сам представляет лично, выходит и говорит, сила бренда, минималистичное лого. То есть он, он сам своими руками уменьшил лого и без того минималистичное, в принципе, как казалось бы, да, самых известных компаний. И мы сейчас увидим, что получилось. Да. Давай. Он, на самом деле, имеет в виду, я так понимаю, что настолько крутые у них бренды, что мы даже без, так скажем, полных логотипов все равно отлично понимаем, о чем идет речь. Настолько эти бренды узнаваемые, что типа вот все чуваки, кто вообще занимается, так скажем, брендингом или чем-то, вот вы стремитесь к такому, потому что вот это прям охренеть как круто. А у меня вопрос, интересно, если бы они изначально сделали то, как он нарисовал, интересно, он бы смог, во-первых, еще уменьшить, а во-вторых, узнавали ли бы мы-мы? Вряд ли, потому что, ну ты понимаешь, что вот кусочек крыла на первом, на первой картинке, так скажем, это крыло от твиттерной птички. Ну, я думаю, все узнали. Во-первых, цвет. Да, то есть брендовые цвета, конечно, никто не отменял, они настолько уже примелькались из-за того, что это популярные какие-то бренды. Это, кстати, к вопросу о Лебедеве, помнишь, когда мы про гугл обсуждали с тобой и говорили, что гуглу похрену, он бы что не сменил, мы бы сразу перепривыкли, потому что мы это тысячи миллионов раз в день видим. Поэтому, да, то есть тут вот то же самое, вот этот твиттер или даже вот... Без башки, или вот даже плейбой, тоже без башки, опять же. Он тут, смотри, и там, и там, как бы. Но тут он оставил, тут чего не хватает-то, в принципе? Тут овало лица, так скажем. Овало лица. То есть обычно-то вот глазик, он, наоборот, выдавлен. То есть там просто есть овало лица, и в нем дырка, это глазик. И бабочка просто под ним тоже очертанием. Я пройдем дальше. Вот это, мне кажется, знаешь, в каком-нибудь GTA или в Саус Парке у них вот такие изображения. Или в этом, знаешь, комиксе, где Вонни. А, да-да-да. И там, где упоротый мультфильм... Упл. Упл, да, вот Упл был бы такой, он какой-то тоже там покореженный, непонятный, но узнаваемый, да. Да, ну, опять же, цвета, потому что и т.д. и т.п. Вот Макдональдс. Макдональдс точно из-за цветов. Вообще сильно из-за цветов. Ну и вот эти метро, как бы... Причем, я сейчас понимаю, возможно, в Макдональдс буква М из картофелинок фриз делала. Может быть, они хотя бы косвенно об этом думали. Есть, кстати, такая могла быть идея, да, такая... А, подожди, а как это как-то связано с этим, в которых клоун у них? Никак? Нет, ну просто я побрею, вдруг... Может быть, это... Какие-то детские цветы. Локоны его... Где у него красные волосы? То есть, если бы они у него были желтые, вот этот клоунский парик, то, может быть, это Локоны как бы... А так это Пеппи Длинный Чулок. Вот так, вот это стопудово русскому, русскому, так скажем, пользователю интернета не знакомо. Подтребителю не знакомо. Хотя, если я не ошибаюсь, в Москве есть пицца-хат. Ну, кстати, да. Но мы-то ее видели, вот я узнал эту шляпу, на самом деле. Хотя у них-то тоже же... У них-то черный, по-моему, фон, и на нем красная шляпа и белая надпись. То есть, тут немного не соблюли, но я узнал, согласен. Сейчас нам скажут, что пиндовский подкаст выключают. Кока-кола, в общем. Ну, Кока-колу сильно узнаваем. Вот это, вот особенно эта волна. Из-за завитушечки. Можно даже ее одну было бы оставить. Ты же, собственно, помнишь, кто-то... Да, как бы закрыть. Сейчас Никита закрыл рукой у меня на ноутбуке. Я узнал, да. Помнишь, мы с тобой обсуждали в какой-то момент, что какие-то чуваки, там, практически были недели минимализма, там, в каком-то там Саудовской Аравии. И там выпустили серию Кока-кола, где только одна волна, и все. И все равно узнаваемо. Я помню. Да, это круто. Вот, опять же, вот интересно догадались, просто на пару секунд задержаться. Вот ты сразу догадался, Галли? Я больше... Нет, я да, я не догадался бы, если бы не прочитал. А это BMW. А там точно такие цвета? Мне кажется, там синие цвета. Там синий и белый, но там вокруг черный. Понимаешь? То есть, если бы здесь был кругляшок, а так я реально... Я думал. То есть, мне вот цветовая гамма, она что-то другое напомнила. Я не могу понять, что. То ли ATT, то ли... Что-то вот... Ну да, да, я понимаю. Так, давай дальше посмотрим Shell. Shell очень узнаваем. Shell сильно узнаваем, потому что не убрали практически нифига. Причем, на самом деле, несмотря на то, что мы с тобой россияне, у нас нету Shell-овских заправок, у нас даже рекламы Shell-овской нет. Масла есть, интересно, моторные? Возможно. Вот это возможно. Я просто... Ну, это опять же... Мобил один только, и все. Ну, это опять же... Надо погруженным быть в масла. Мы с тобой не сильно масляные. Да, согласен. Но Shell мы почему-то знаем. Во-первых, мне еще всегда аналогия эта проводилась, что Shell, это же кроме того, что вот здесь, так скажем, раковина, моллюска, это еще и просто шелуха капсулы. И в дробов... Патроны от дробовика, они тоже Shells называются. И в Duke Nukem'е патроны от дробовика тоже были красно-желтые. Я вот еще с тех пор, мне это как вирусная реклама Shell была, они еще рифлененькие. Так, может, заказали уже в Duke Nukem'е? Ну, ты понимаешь, что компания Shell, допустим, она с 1800 каких-нибудь лет существует, а патроны к дробовику еще старше. Ну, кстати, да. Они сначала из дробовика стреляли, чтобы стать компанией. Да, а потом... Да, и нет добывать начали. Водофон нам тоже как бы мало знаком, на самом деле. Я вот узнал, почему-то быстро я не знаю. Потому что у меня в детстве были футболки с Водофон, там, с Манчестером, вот с этим все. Я футбол... Водофон же, это же был один из спонсоров все время, да. Сейчас я, кстати, не знаю, кто Манчестер, я уже не слежу. Я знаю, что у Арсенала Эмирейтс, авиалинии, больше ничем. И у Газпрома Зенита все. Больше ничего не волнует. Ну, Google сейчас, опять же, как говорит Лебеди, все узнали, все привыкли, все. Причем, даже если бы не нынешний логотип, то есть вот этот, где реально круглые буквы О, я бы все равно узнал, что это Google. Да, ну цвета и вообще, и расположение, ну, вот расположение цветов, то есть если ты здесь делаешь квадраты, таких же цветов... тоже поймется. Поймется. Причем, даже если бы ты не сделал вот эти две штучки в две, а оставил бы вот эту и пять вот так в ряд, все равно бы узнал. кстати, да, 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 без этого кругляшка. Вот eBay. Я бы узнал, но я просто частенько что-нибудь подзаказываю, хотя теперь из-за курсов валют, честно сказать, накладно это все становится, но приходится терпеть. Я просто думаю, ну да, просто почему здесь кружок, здесь... Ну, это на треугольничке реально похоже на букву B и букву Y. Ну да. То есть, ну а E и... Ну вот это слишком легко, это и я бы так отделил. Хотя, может быть, там же стрелочка, да, вот в эту сторону? Там нет, там не стрелочка, стрелочка у Федекса, а здесь-то реально такая же линия, но там она белая. То есть, там Амазон на черном фоне, красный... Не-не, тут есть стрелочка от A до Z, типа, помнишь? Это ее нет, ну вот давай мы сейчас с тобой найдем на Амазон. А, там нет прямого указания. Там стрелочка, черт, видишь, маленькая такая. Понятно. То есть, он это тоже срезал. Ну, хорошо, хорошо. Ну, все равно понятно. Амазон, да, погнали, Ну, блин, ну цвета, конечно, мы на Ютубе находимся, мне снятся иногда, поэтому... Тебе вот этот прям один баннер снится. Ты, кстати, знаешь же, что за 100 тысяч подписчиков на канале присылают посеребренную кнопку Ютуб? Так, а за миллион золотую? За миллион золотую, да. Ну, вот мне серебряная хотя бы снится. Хотя бы, да? Да. Так, Фидекс. Опять же, русским... Ну, ты шутишь русским, а я вот недавно иду по Чечерино гуляю, так, а там офис Фидекса. Вот тупо, прямо написано посылки Фидексовские получать здесь. То есть, у них есть Фидекс Интернешнл, и вот в Челябинске тоже есть, так скажем, отделение, и вот там можно получить. Ты имеешь в виду, вот где враг-то в Стане сидит у нас? да почему? На Чечерино? Да, вот именно, на Чечерино, потому что, на самом деле, там Фидекс Интернешнл, он начинается от 85, что ли, долларов за посылку, то есть, это только что-то большое, шубы пересылать какие-нибудь через таможню, не знаю. Вольво. Да, узнается, хотя... Ну, блин, больше, чем БМВ, конечно, узнается, я согласен. Хотя, казалось бы, Вольво, оно менее распространено, но у нас в городе Вольво, ну, надо походить, поискать, У нас на Бэхах любят. На Бэхах любят, да. Инстаграм. Чего тут за кругляшочек? Это дырка камеры, то есть, это объектив непосредственно, ты вспомни, а вот это, это, грубо говоря, вспышка на полароиде там была, и вот она радужная тут у них. То есть, Инстаграм, у них же полароид квадратный, вот этот объективчик. Точно, точно, точно. Блин, он так криво это сократил, но я не знаю. Ну, мы просто, может быть, мы не тёлки просто, в Инстаграме сильно не это, хотя... Может, он тупой, просто хреново сократил. Да, согласен, давай на Педро все свалим, потому что... Потому что он из Португалии. Согласен, да. Так, ну вот эти Continental, это же шины, насколько я помню. Continental. Ну, блин, оно, я видел такой логотип. Да нет, я просто знаю, я узнаю, но здесь напоминает глаз какой-нибудь змеи, например. Ну да. То есть, можно пофантазировать ещё, но вот некоторые прям сильно удачные, некоторые менее удачные, вот Samsung, например. Вот Samsung, по-моему... Вот этот овал, вот именно там, вот который в фотошопе, там, на какие-нибудь 130 градусов повёрнут, он, мне кажется, уже его знаю. Он, мне кажется, ещё в Paint был повёрнут, в своё время. Это факт, да, согласен, по фотошопе. Просто, ну, уже настолько у Samsung, может быть, только в России у них такая агрессивная, хотя нет, я же вот, когда в Германии, ты был тут давя, чем в отпуске, там тоже везде Samsung рекламируют, то есть, они весь мир, по ходу дела, поглотили своей рекламой, поэтому, вот это узнаваемо вообще везде. Особенно буква А, вот это без перегородочки. даже в Сирии, мне кажется, вот это узнают, хотя там... ничего не узнают скоро. но MasterCard, в принципе, кругляшочки неизменны. Да, то есть, тут минималистичнее только один кругляшочек оставить, или оставить то, что это, пересечение. ну да, кстати, в круге Эйлера, это, это типа Land Rover. И вот это единственное, чем мы вообще-то вообще сложно узнать, да, ну, возможно, англичане бы тебе сразу сказали, чувак, это Land Rover, а вот это бы, они бы хрен бы узнали. Хотя, да, MasterCard международные. Но Икея, блин. Икея, это да. Икея узнаваемо. Хотя, я вот мог с Косторамой перепутать, но технически практически одно и то же, поэтому... Ну да. Можно. Вот здесь полная сборная солянка. Шоу-кейс, так скажем. Какой это тебе больше всего понравился? Мне? Ну, по узнаваемости, конечно, YouTube. Он как бы просто, просто YouTube, потому что, блин, всего лишь два цвета использовалось. Одна фигура, два цвета, и уже узнаешь. Да, наиболее минималистичный, но при этом узнаваемый. Да, да. То есть, тут уже просто треугольник на красном фоне, а все все равно понимают, что YouTube. Но я бы второе место Макдональдс отдал. Да, Макдональдс прикольно. Смотря на то, что уже изменилась сама фигура, прям, то есть, не то, что там убрали какую-то деталь, хотя можно косвенно сказать, что это именно там, одну из сторон М убрали. Ну, в общем, тоже вот эти цвета, они прям, хочется сразу пожрать. Ну, давай к следующей теме. Да, следующая тема у нас такая, толстая, жирная, вкусная. А именно, чего ждать от JQuery 3.0? Вкуснее, чем Макдональдс. Да, тут еще больше захочется поесть. Так вот, вообще, так говоря, вот блог, Creative Blog, мы здесь с него часто всякое читали, причем разное, начиная от новостей про Apple и заканчивая новостью про то, что там кто-то сменил логотип. То есть, тут всякое обсуждали, и вот контент про JQuery то им не очень свойственен, в том смысле, что это не очень разработчикский блок. Ну, даже посмотреть, что вот тут на полях похожие. я тоже смотрю, что мужики голые, бабы голые. Ну, это не мужики. Нет, не, ниже там мужики. Это Тинкер Войл. А, вот это-то, ну да. Надо, кстати, эту новость даже и открыть, посмотри. Где мужики? Там, где диснеевский пинап, так скажем, вариации на тему. Так вот, и каково было мое удивление, когда они запостили статью про то, чего ждать JQuery 3.0. И они здесь рассказали, что вот, альфа JQuery анонсирована была еще в июне, и мы собственно презентовали вам ее. мы не то, что вы презентовали, мы упоминали, что это произошло, произойдет. Вот, сказали, что да, JQuery 3.0 есть, и JQuery 3.0 Compat, от слова compatibility, который будет поддерживать Internet Explorer 8. Почему их так разделили? Потому что, ну, если нужно поддерживать Internet Explorer 8, то сразу намного больше килобайт приходится с собой таскать, и для тех, кому это не надо, я думаю, таковых все больше и больше. Пишите в комментариях, приходится вам все еще поддерживать Internet Explorer 8 или нет. Да, приходится вот использовать другую. Опять же, я помню, что мы реально говорили про то, что типа вот для старых E нужно JQuery, которая больше весит. Это я помню было такое. Ну, да, раньше у них как было, когда вышел JQuery 2.0, у них compatibility осталось 1.11. И теперь, ну, то есть, грубо говоря, разные мажорные релизы, несмотря на то, что они поддерживали и тот, и тот, по неймингу они были разные. А теперь они подтянули, грубо говоря, что оно все 3.0, только есть ветка просто JQuery, а есть ветка compatibility. Но я точно знаю, что мы не останавливались непосредственно на фичах. Так, давай, сейчас все напрягли уши. Да, вот, например, new date implementation. На самом деле, data, то есть, здесь dat написано, но data, в том смысле, что это data атрибуты, которые в HTML есть, ну, да, там div, и у него там data, я не знаю, name, там, и ты мог с помощью JQuery запросить, что такой-то селектор, точка, data, и в кавычках написать там name, и запросить значение этого data атрибута. Так. Теперь, если ты, у тебя data атрибут называется не просто там data name, а data, defis name, defis plural, там, единственное число, или plural это множественное число, single, это единственное, так вот, data plural, то тебе можно, использовать camel case, то есть, заглавных букв, точнее, не можно, а нужно даже, потому что это стандарт HTML5 вообще-то, такой, что через API ты доступаешься через camel case, и они вот в соответствии с этим новым стандартом привели здесь, причем, так, не то, я тебе так скажу, я вот не знал, ну, то есть, может быть, я где-то видел, но сейчас не знал, вот, когда заглавных все называется camel case, знаешь почему? потому что вот, camel верлют, это типа горбы, это типа горбы такие, да, а когда через все через дефисики, это называется кебаб-кейс, типа как шашлык, офигеть, прикол, это прям вообще, мне понравилось, если не что-то... А через нижние подчеркивания, не знаю, это забор такой, как бы, кейс, может быть, есть какое-то официальное название, но вот как-то нет, и я такой, вот я это читаю, я понимаю, что, в принципе, уже, ну, если бы это был прям реально новый контент какой-то, что какие-то вещи, которые сами jQuery не анонсировали нам в своих описаниях, то должно было бы быть на хабре, но в итоге так получилось, что на хабре была статья еще там, вот, 16 июля, здесь можно все это по-русски посмотреть, то есть в том числе вот, особый случай с именами в date, то есть тут это все описано, то, что я уже сказал. Promises A plus compatible. В jQuery 1.5 были представлены deferred object, deferred переводится как отложенные, то есть можно было несколько коллбеков отложено применить, но они, грубо говоря, не по таймауту были, а просто они один за другим запускались, и там можно было ловить эксепшены и так далее. И вот там был в jQuery 3.0 изменен механизм этого всего, для того, чтобы использовать экмоскрипт 2015 Promises, то есть, как это по-русски, обещание. Ну, кстати, да. Кто сильно хорошо в этом разбирается, может в комментариях написать, что там именно переработали. Мы здесь не беремся утверждать, что и как, но, грубо говоря, теперь они все синхронные, по умолчанию, и для того, чтобы использовать синхронные просто по очереди, теперь используется древний метод pipe. Он устаревший, я не знаю, оставят они его или нет, но как бы, как факт. То есть, теперь jQuery then метод сильно переработан, весь по умолчанию асинхронный, и обратите внимание, что теперь иногда... Так, где здесь это было написано? И... А-та-та-та-та-та-та-та-та... Раньше все были пойманы исключением преимуществом для отладки, теперь некоторые можно пропускать. Да-да-да-да-да. Имейте в виду, что это требует от вас всегда добавлять хотя бы один callback при работе с промиссами. В противном случае, любой ошибки станут измечены. То есть, если теперь не добавлять второй callback для ошибки, То оно просто пролетит в трубу и так далее То есть, ну, это нужно для тех, кто работает Секмоскрипт 2015, я так понимаю Вот только для этого Метод Unwrap, который Убирал, ну вот допустим Есть у тебя div, внутри divа P, и ты применяешь к P Unwrap, он убирает div, который окружает Этот P. Ну понятно, разворачивает его Грубо говоря, да, разворачивает Теперь в Unwrap можно передать параметр Что развернуть только от divов Например. Ты посмотришь, какие можно извращения Делать с помощью jQuery? Просто развернусь И полсайта. Ну, jQuery Это, в принципе, такая известная тема Для работы с домом, то есть, ну И так его многие, кто Используют, поэтому для кого-то это не извращение А повседневная работа, я скажу Анимация Теперь Анимация использует WebAnimation API Все там используется Все, короче говоря, стало Быстрее, я не знаю, тут по-русски есть это или нет Тут про упрощенные ShowHide, я сейчас про них еще скажу Но анимация... Вот, да На платформах, поддерживающих RequestAnimationFrame API, кроме E89 JQuery теперь использует этот API для анимации Короче говоря, все анимации теперь еще более Hardware ускорены Все прям супер круто Ну и вообще, да Про RequestAnimation API я давеча хотел снять еще отдельный видос Он в списке есть, обязательно будет Там по-другому немножечко анимации делается Если, грубо говоря, простаивает у тебя хреновина То он выполняет пересчеты для последующих кадров Поэтому все очень плавно и здорово Деприкейтед ивент алиасис Короче говоря, всякие document.load.ready и так далее Теперь все убраны для событий Теперь надо все приводить в document.on Первым параметром load.unload Вторым параметром callback, который на этот ивент повесить Так, show и hide menus Да, show и hide Они, как известно, просто добавляют Display none и не none Или none А, no, 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 no И иногда, если у элемента уже был дисплей none И ему применить hide То происходил бред Когда непонятно Потом уже, когда ты делаешь шоу, он не показывается Потому что на нем, грубо говоря, двойной none Ну это маленький баг такой как бы был Вот, да-да-да И тут вот написано, что теперь, если дисплей none установлен То jQuery не будет вообще это делать Ну и вообще нам тут сказано, типа Давайте-ка это в таблицах стилей не пытаться делать отдельные Вот, жирным выделен Не используйте таблицы стилей, чтобы установить значение по умолчанию дисплей нано Затем пытаться использовать show Либо используйте slide down fade in Для того, чтобы visibility анимировать, грубо говоря, а не дисплей Ну вот, то есть это такие мелкие всякие штуки Но я так понимаю, они напрягали jQuery разработчиков уже очень долго А есть такое прям jQuery разработчики К сожалению Так вот, еще вот я скажу про width и height Теперь эти методы возвращают субпиксельные значения Там 65,5 пикселей А кто бы мог подумать, в EA и в Firefox такая точность есть Офигеть То есть там не округляется И вот для того, чтобы в этих браузерах использовать эту точность Чтобы там ничего не съезжало Иногда вот так бывает, что в Firefox Input выставишь какими-нибудь там процентами от вертикального ритма И он хоп и пляшет по сравнению с Chrome и Safari А это вот из-за того, что там есть субпиксельные значения Теперь если ты это делаешь в jQuery, то он их будет учитывать И у тебя не произойдет никаких проблем Тебе width и height будет возвращать это значение И ровно на такой же там делать отступ Чтобы он был равный там высоте элемента Ну в зависимости от того, что вам нужно сделать Вот такие вот изменения Ну я оставлю ссылки на эти статьи Тут про deferred более подробно написано А так в целом, я думаю, мы покрыли как кобылу эту тему Ну слушай, нет, ну там есть такие подковерные прикольные штуки Ну я думаю, кроме этого Просто они там увеличивают производительность всех методов Чтобы как-то быстрее все работало Ну вообще, то есть для наших подписчиков Которые только услышали первое слово jQuery Это значит я должен подключить Это значит я должен подключить библиотеку именно новой версии Да, и чтобы использовать 3.0 в альфа версии только сейчас есть И да, там можно посмотреть Не нравится, давай мы просто будем одно базарить И показывать просто будем Показывать просто порнуху Почему? Потому что у нас, ну не следующая тема, конечно Но через одно будешь Да, согласен, можно так сделать Короче, дальше тема круче, чем проще Про порнуху Вот, правда, вот сейчас у всех наших подписчиков Будь здоров Я чихнул, правда говорю У всех наших подписчиков веб-дизайнерская шишечка-то немножко привстала Знаешь почему? Потому что три наших любимых сайта обновились Три Вот не совру Третий я бы не сказал Не, все три Согласен Все три Потому что веб-дизайнеры Да А это деньги Так вот, короче Первый сайт, который использует каждый веб-дизайнер Я надеюсь Это CodePen CodePen, как все знают Позволяет располагать свой код И чтобы он сразу там выполнялся И всем показывать Кидать ссылки И т.д. и т.п. Как это, кстати, какие-то человеческие названия называются? Вот такие, как CodePen По-любому должно быть американское какое-нибудь название Типа Code Viewer Ну, какие-нибудь Да, не знаю Ну, короче говоря А если мы сейчас на главную зайдем У них будет в заголовке там Frontend Developer Playground Code Editor in the Browser Motherfucker Окей Отлично Плейграунд Короче, Плейграунд Для кода, да? Угу Вот, немножко потерпел редизайн Почему немножко? Потерпел Как крушение, да Потому что мы дальше посмотрим От этого же девелопера Так скажем Другой сайт И там-то сильные изменения Да, согласен Здесь хотя бы цветовая схема сохранена Вот этот голубой Он как был голубым Так и остался Это ты про девелопера, опять же Да Ну, я согласен Нет, в общем Все, кто видел CodePen До этого пользовался Он был такой черный В основном в черных цветах И даже до предыдущего редизайна Сколько я помню Короче, он всегда был черный Задумывался такой Именно для программистов Черный такой CodePen Я сейчас, чтобы телефон подключить Я тебя перебью к зарядке Чуть нашу звуковуху не вытащил Чтобы у нас не просрался весь подкаст Это нормально было бы Так вот Короче Еще что хотел сказать CodePen давно еще Был весь такой Адаптивный Полностью Виде, я телефон подключу Там мои фотки Я видел, видел Нормально Мы, напоминаю, будем показывать другое Говорить про одно Да То есть он всегда был адаптивный Давай просто посмотрим Чтобы люди понимали вообще То есть Вот здесь есть статья о том Как же они это делали Как же делали новый редизайн И Крис Корр Как вы знаете А вы, скорее всего, его знаете Это вот этот Полный Он похудевший, между прочим Похудевший, да Немножко похудевший разработчик Осунулся слегка Он вместе с командой Sparkbox То есть с какими-то про-дизайнерами Потому что если к ним перейти, да То мы увидим у них Что они работают с крутыми пацанами Типа Яху, Леново там Ну, Леново, я вот такие полукрутые пацаны, знаешь Ну, да С полукрутыми пацанами, да Тем не менее Они забацали ему хороший дизайн Который они, я так понимаю, закодили Воплотили в жизни все-таки, наверное, вот этот Все-таки парень воплотил Да, они провели юзер-ресерч То есть они в основном ему помогли Куда жмут, как жмут, куда смотрят Да, может быть, они подключили Какую-то свою внутреннюю аналитику Она там пару месяцев погонялась Да, и он теперь вот овладел знаниями Что вот то-то хорошо, то-то плохо Ну, может быть, просто они там гений UX Как мы, например, с тобой Ну, да Видишь, пальцем тыкает в экран Да, действительно Это, кстати, там нажимать-то надо вот здесь Он сюда тыкает Короче, UX гений Так вот Значит И давай еще раз Значит, здесь статья Статью смотрим Здесь он предлагает, чтобы мы писали свои баг-репорты То есть свои issue, так скажем Я боюсь даже комментировать слово issue Вообще, он там сказал еще, что они записывают Четырехсерийный аудиоподкаст О том, как они делали этот редизайн Вот чуть выше Вот one, two, three Три выпуска уже готовы Четвертый будет Может быть, уже на момент нашей записи подкаста Это через четыре дня после этого поста в блоге Уже четвертый выпуск тоже доступен Ну, короче говоря, для тех, кто сильные любители Они могут уже прям послушать, что они хотят сказать по этому поводу Давай, Никита, дальше Так вот И он нам рассказывает, что здесь есть новые области появились для разработки Я так понимаю, можно писать в них Посты уже были в CodePen То есть там, кроме того, что можно плейграунд Да, просто CodePen Там можно было именно блога посты писать Но зачастую они, естественно, касались не рецептов там, я не знаю, крылышек по-канадски А все-таки программирование Да-да-да-да-да И в предыдущем дизайне я писал посты, на самом деле Так и не дописал, но писал Не было кнопки Posts И очень сложно было вообще найти, где у тебя там посты, пены и так далее То есть реально, эта секция была в жопу засунута И были с этим проблемы Теперь они ее выделили как бы более обособленно, скажем Ну да, да, да Даже как-то круто, я так смотрю Вот Ну, в общем, до хрена всякого маленького функционала Уж гриды я уж не буду Это понятно, что можно перестраивать по-всякому И так, и так, и так смотреть гриды именно самих пенов От которых, кстати, сильно кулера вращаются, я не представляю Я к себе в настройках давно уже изменил Что если подо мной залогинено То у меня все эти превьюшки, они не Они белые вот такие Нет, они не Не айфреймы, да, а просто картинками То есть там скрины Ну, это прикольно, но хотя, когда по анимации, ты сразу понимаешь Вау, там то У меня вот, знаешь, я уже не ребенок Мне вот зайти на главный, посмотреть Вау, там то Мне фронт-энд-плейграунд именно важна А, окей Ну вот, ну он говорит, что можно всякие темплейты делать С помощью, то есть со своими настройками Знаешь, то есть ты сохраняешь, допустим 10 jQuery подключил, сохранил, что у тебя 10 jQuery Потом в любой проект засунул, что у тебя 10 jQuery, как я понимаю Не только это, еще, видишь, еще Если ты вдруг CSS-ный редактор свернул где-то И ты можешь себе сделать тоже там Только HTML плюс JS Ну, это, конечно, у меня сейчас фантазия-то не очень хорошая Я вот сейчас сам себя послушаю Как-то стыдно даже стало Но, тем не менее, да В одном у тебя там Jade HTML-ный, там, в другом Мы, кстати, в недавних разговорах у экрана тоже там срачи были По поводу HTML при процессорах По поводу того Называть их при процессоре или шаблонизаторы Как к ним относиться Как к при процессорам или к шаблонизаторам Нечто ли это больше, чем просто там Синтаксический сахар для HTML Или их нужно именно использовать в связке с каким-то бэкэндом В общем, да, это прям такая горячая тема Слушайте наши разговоры у экрана Смотрите предыдущие Да То есть тут на ColdPenny можно выбирать и Jade Кстати, вот тут-то HTML при процессоре заглавлен Ну, так, просто для For your reference Ребята-то в этом В SparkBox'е, наверное, тоже не тупые Они бы ему сказали Ты слышишь, ты, толстяк-то переименуй А то пацаны не поймут Вот, да Вот, значит, ну, темплейты мы посмотрели Так, тут что у нас? Он показывает, что редакторы переработаны Что их теперь можно сворачивать А, ну мы сейчас посмотрим Мы сейчас посмотрим Да, то есть тут в основном картиночки Флексбук, плей-аут Хотя поиск был Вот, честно сказать, он был А, поиск по постам Вау Тут что-то меня укачало Ты мою вестибулярку-то береги С этими жестами Поиск по постам Тут небольшой видосик Ресайзинга Давай лучше посмотрим Это как будет выглядеть На браузере Прям, давай, жми Вот там Да, я даже залогинюсь Я прям хочу как-то, чтобы Чтобы именно как у тебя Ты через гитхаб Просто какой-нибудь У меня нигде не залогиняем Аж стыдно Клоус, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Посмотрим, как профайл выглядит Например, my recent pants Здесь вот есть Давай нажми на Охренеть Вот, видели, у меня есть Этот черновичок От 24 мая Я пытался, но вот как-то То есть реально, кстати, вот recent pants Да, то есть Это круто Мне приходилось раньше Жать на профиль И в профиле Там тоже Там вот этот шоу-кейс Который надо настраивать Если он не настроен То ты до других Лукатулки Вот, ты смотришь Катулик Да, и ты до других Даже как бы Не доберешься Какой последний был? Ну, ты надо было в recentах-то Зайти все-таки Действительно Да, сейчас я вернусь А ведь без recentов Все уже Жизнь не мила Тут мои ссылочки Твиттер Сайтики Так Так А на самом деле У меня был Backdrop фильтр Еще А где он здесь Непонятно Ударили В recentах Я напоминаю Кстати, на CodePenny Я же всякое просмотрю, чтобы члены не делали Так какие члены? Мне приходило письмо в прошлый раз Когда у меня члены удаляли Да-да-да Подожди, ну-ка Это сейчас не вирусняк на самом деле Не вирусная реклама Youwebdesign.ru Как это? Ваш инновационный Ты мне сказал Ты мне по-другому передал Так вот Backdrop фильтр Я там встраивал CodePen И где он? Что он сейчас? Что вот тут сейчас будет? Ну-ка Наверное, тоже CodePen Просто мы там не видим А в recentах, видимо Нет, не тут Вот следующий Вот он Ну-ка, перейди-ка А чё это его нет? Ну-ка, edit сделай Ну, я понимаю Или он не мой Нет в веб-сайне CSS Backdrop Filter Property Settings Когда вам тут есть Дата Публикация 12 days ago И чё его в recentах тогда нет? Ну Я, по-хоже, issue буду писать Backfit Смотри, его ведь реально нет Backreports Ну-ка, see all Ну-ка, see all А тут катулька Тут тоже нету А, подожди А loved Ты можешь просто Посмотреть все свои Оно форкнутое Оно, к сожалению, форкнутое Я, как честный человек Сказал, что оно форкнутое Я мог просто скопировать Украсть Будем говорить Пэм Ах, они Смотри То есть recentы Это именно твои Это именно то, где я нажал Создать Ну да ладно Давай посмотрим Как Давай посмотрим Как это все выглядит Раньше это все было Очень плохо Все сжималось, конечно И было, типа, удобно Но сейчас это выглядит Просто идеально Оно состакивается Все вместе Честно сказать Я всегда использовал вид Который Слева Или справа И я сейчас Он есть вообще или нет? Да, вот есть, вижу Ну-ка, посмотрим Как это будет Ну, ребята С пара бокса Это я верю Ну-ка, ты полностью сожми Оп Тут нету вот этих переворачиваний Что из горизонтального В вертикальное Ну да Поэтому мы для этого Вернем дефолтный вид Просто, чтобы как-то Понятно это было Что Если мы так Опа Видели? HTML Хоп Соскромничал Ушел в бок Ну вот, кстати На больших-то экранах Оно же охрененно Потому что на маленьких-то экранах Вот мы представляем Что мы сейчас На Mac Pro Retina I5K 4K Pro Ну, слушай, да Вот он тоже убирается И он Можно полностью Вот так задвинуть Что про HTML Мы вообще забудем И дабл-клик Вау Видел на полную Ты-то вот не знал Я тоже не знал Но я случайно задержал И мне написано Дабл-клик То экспенд Тут вообще UX полный Вообще То есть даже подсказки Так использованы Что я догадался про них Так, давай перейдем К следующему сайту Который от того же разработчика Я блюр включу Блин, работает Блин О, как круто у меня сделано Только он в рейсингах Не отображается Ты думаешь, что переделали сайт И у тебя тоже перестанет У меня вдруг У меня вдруг Тут тоже перестанет Что-нибудь работать Но нет, все хорошо Давай от этого же разработчика Но Другой сайт Который не менее полезный, конечно Более даже Я бы сказал Ну, то инструмент А здесь именно ресурс Согласен Так вот CSS Tricks Который сделал тот же Крис Койер Опять же Придумал Разработал Там И с пацанами Продолжает поддерживать Он переделал Дизайн переделан И возможно Уже не с помощью Тех пацанов Которые Спаркбокс Я не нашел Я искал Пост Типа Как мы переделывали CSS Tricks Нету Возможно Это втихую Было сделано Потому что Прошлый редизайн Который громадный Был такой цветной Крутой Да Который там тоже Все наезжало Друг на друга Мы жали Но мы рассматривали его Кстати В каком-то старом подкасте Мы давно сидим Мы так чувствуем Несколько редизайнов Несколько редизайнов Да Так вот Короче Было Прям громадное событие Потому что Он там Всякое писал Что мне тут Бакарепорты И ИСю пишут И что так они делают И в общем Вот А тут как-то втихую То все сменилось Да И все стало белое И все стало такое Как бы Какое-то сухое Я просто Мне честно сказать Сильно нравится Нравится Да То есть Ну в смысле То есть Сайт Как бы С очень охрененным контентом То есть в принципе Сделать упор Только на контент Да Ну с минималистичным дизайном Это вариант был В принципе Один из Вытекающих Так скажем Да То есть как бы Поэтому Полностью Редизайн Он выполняет Свои функции Единственное Что конечно Там было Как-то Блин Ну ты смотришь Реально про CSS А тут Ты смотришь Как будто Не про CSS А как будто Мы читаем New York Times Ну это Это чтобы серьезно Относиться К своей работе Ну кстати Смотри Вот теперь Сверху у него Всегда The Lodge Его Премиум Место Где Ну как бы Подписочный сервис Ты туда можешь Заходить Он там свои ролики Выкладывает Просто практически Там В Одно из Времени Может быть Года два назад Там просто было То над чем Он работает На фрилансе Типа я там Делаю сайт Там обувной Компании И он снимает Как он ее делает На ее примере Учит нас делать JQuery Вот такое Так вот Почему-то нету Крестика Вот отменить Я вот уже Один раз посмотрю Я понял Что я могу Залогиниться Или зарегистрироваться И вот я потом Не хочу это Нельзя Трихаус Кстати Всегда его Главный спонсор То есть там Всегда была такая Какая-нибудь анимация С лапкой Вот этой вот Лягушечной Там чем-то еще Сейчас вот тут Анимация Да Да Причем Видишь какие цвета Да К сожалению Я это видел Оп Европейские Согласен Прям вот он Он в тренде Здесь конечно Тего у него не отнять Может быть это Да что ты сейчас Будешь мне отмазывать Давай на сингл Перейдем Просто посмотреть Как это выглядит Я хочу найти Ты говоришь С пацанами Он это делает А вот я хочу Где Есть у них Там же было Что он с какой-то там Девочкой С каким-то Мальчиком Там уже много Девочек Я тебе скажу About the team Сара Коуп Так Две девочки Джилл Сара Драстная Опа Мальчики пошли Вэлхед Это мальчик или девочка Это девочка И она здесь неудачно Вышла Она на самом деле Ну как бы обычная Лучше чем Роб МакКей Роб МакКей Просто чувак С большим подбородком Мэри Моусли Робин Рэнли Ну короче говоря До хрена уже людей И ты вот говоришь Опять же сингл Я перед синглом Еще покажу футер Всегда мне нравился На предыдущем Редизайне их футер Знаешь Футер еще пол сайта Занимал То есть Тут-то много всего Типа идите Посмотрите Вот видишь Я же тебе говорю Про Он всегда раньше Говорил про CodePen Где было написано Типа А вот там кстати На Pro CodePen вообще крутой И вот в этом посте Который здесь был Про редизайн CodePen Он что-то про Pro Не сказал Стареет Здесь типа Подписывайтесь Везде там все такое Слушайте наш подкаст У него же ShopTalk Это отдельный подкаст Все он Весь все по брендам Разделил И подписывайтесь На платный сервис Лоджи Но он причем Поясняет именно Вот в этих штучках В этих картах Он поясняет То есть не просто Он скинул Сухую ссылку На твиттер Ну Он говорит Я там это Он здесь же Тоже давно сидит Он может быть Уже кидал Сухие ссылки И это не работало Ну да Поэтому Вот мне нравится Что у него Вот эта штука Не до конца Как обычно Он должен Должно у него Что-то было съехать Вот прямо Чтобы вот Ну вот блин И опять же Ему пишут Исю А он потом говорит А я специально Да Было же такое Что ему писали Типа А что чувак У тебя там заголовок На этом Он говорит А я так и хотел И вот Я опять же Я помню Что ты хочешь На сингл Столько всего Вкусного Например Линейный Градиент Здесь Ну-ка Который И не линейный Градиент Вовсе SVG Вау Причем Зашифрованный В Data URI То есть Я так понимаю Этот SVG Хотя нет У него здесь Даже нету Background Repeated То есть Видимо Это Длинная Палочка Из Черточек Как бы Это не звучало Страшно Ну неплохо Неплохо А author Byline Byline Inside Да Там спам Там сейчас Бр Бр у него Должно Да По нашим приклам Давай в сингл Давай в сингл Я не знаю Что я здесь Хотел получить Но здесь в принципе Такие же палочки То есть Вот это по центру То есть Заголовок Тебя не смущает Что большой отступ От меню До заголовка Ну Я тоже же люблю Пространство Так скажем Не я понимаю Что здесь Он скорее всего С линейкой Ты сидел Вемориал Так давай Еще посмотрим Что здесь еще Есть Сама статья Все очень сухое Здесь Вот этот оранжевый Это же по-моему Какой-то старый цвет Но он видимо Не стал Просто Вот Он как хотел Хотя вот это Я бы недоработкой Назвал Сейчас сказать Если бы оно было Так же Какое-нибудь Сухое Серое Он бы существенно От этого Не проиграл Но было бы уже Вот это ощущение Как Джонни Айв С маками Делает Белоснежно-черное Белоснежно-черное Которое он От Дитера Рамса Ну не унаследовал А вдохновлялся Который Брауном Занимался Еще там В 60-е годы Промышленным дизайном Был бы вот этот Фил Того Что все такое Одновременно Холодное Но функциональное И минималистичное А так вот Это вот Просто подожди Рыжье Подожди Я не понял Код пен же Точно Принято оранжевый Как он здесь Код пен Можно менять темки Причем у не про-юзеров Только одна темка У про-юзеров Сколько угодно Ну понятно Это я понял Ну слушай Жьет Внутрь И бьет по глазам Мне сразу Вспоминается Старый Причем он просто Старый Ну да Короче говоря Какой-то лонгрид Давай посмотрим Я какой-то лонгрид Комменты Как вы говорите Стив пишет Локинг Вот это все Крис Койер Заметит до сих пор Не раз Хотел сказать Не раскошелил Не раздобрился На нормальные комменты На другие На дискассы Хочется понять Че им движет Он хочет Чтоб у него Там в админке Это прилетало И он нормально сидел В wordpress Хотя сейчас уже Не в wordpress Нет почему Он может быть Пользуется wordpress Как в этом смысле Да Очевидно Я имею ввиду Что даже Если ты дискасс Подключил Ты можешь Frame Diskass moderation В wordpress Смотреть Хотя по-моему Нет Ну он-то хочет Чтоб теплая Такая лампа Тут непонятно Вообще Он принадлежит он себе Или нет В этих хотениях Вот тут тоже Не сменен дизайн Маленечко В лоджии Тут опять же Видим что wordpress Пробивается Чуть Не ну а смысл Это скрывать Ты же когда зарегаешься Там тоже у тебя Будет роль Субскрайбер Предложить Новый пароль Можно ему Предложить Новый пароль Это что интересно Да Но это Сафаревская штука На самом деле Ну понял Не то что там Ну в общем Вот так Давай Третий сайт К слову Рыжье Вот здесь Вот этих Color codes Обозначение Цветами Что блог Это оранжевенькое Видео красное Но осталось Альманах По-моему синий Нет Альманах был Вообще Он весь разноцветный Форумы по-прежнему BB пресс Тоже такие сухие Такие какие-то Это я прям вот Пишите в комментариях Хотели бы вы Чтобы на Youwebdesign.ru Были форумы То есть есть Нет на самом деле Есть мнение Что такие интранеты Они нужны То есть такие узкие Комьюнити Где можно что-нибудь Как-нибудь спросить По-человечески Потому что Телеграмовский чат Он все-таки чат Там в основном Политота Сиськи Всякий бред И срачи Заходите-ка Иногда да Люди пишут Типа Чуваки А помогите мне Там с анимацией И даже помогают Но потом Это все погребается Сразу Да Под кучей говна И может быть Форумы такие Имеют смысл Представляешь сколько бы Там выжимка была бы Там просто Выжимка В каком смысле Я имею ввиду Если бы только писали Про сиськи Если бы только писали Про веб-дизайн Я даже с тобой думаю Нам не стоит Третий сайт Смотреть Веб-дизайн Потому что мы иначе Вообще ничего не успеем Ну да Третий он похож на Второй Давай это загадка Пусть Предлагайте В комменты Какой мы знаем Предлагаете А во-вторых Все равно Что бы вы ни предлагали Мы в следующей неделе Рассмотрим Просто и все Потому что сайт Это реально Один из наших любимых Следующая тема Расслабляющая Это кстати Была напрягающая 10 ошибок Которые вы должны избегать 27 или 25 на 8 Как обычно Тут кстати Гугл реклама Сразу про фрилансеров Пайонир Кстати вот ты не знал А Paypal Нельзя на Украине Принимать деньги Вот у нас можно уже В России А на Украине еще нет И там все изгаляются На апворках И прочих там Фрилансерских биржах И не только Заводят вот такую карту Пайонир Куда можно перечитать Но ты там с комиссии Бабки снимаешь Ну на Paypal Тоже комиссия небольшая есть Но просто вот как факт Вот статья про фрилансер Нам вот рекламируется Это не то что я искал Перед этим что-то такое Перед кем я оправдываюсь Ну так вот Работать 24 на 7 нельзя Потому что понятное дело Что хоть ты и фрилансер И у тебя гибкий график И ты можешь дохрена работать Чтобы дохрена зашибать Потом потеряется мотивация Ты устанешь Все закинешь Ни хрена не будешь делать вообще Нужно разработать четкое расписание И его придерживаясь Быть продуктивным Так Потому что отдыхать тоже нужно Undervaluating your work Ценить себя меньше Чем ты стоишь на самом деле То есть Самая большая проблема сейчас Это Когда вот вы входите В какую-то биржу Будь то Upwork или нет У нас кстати в комментариях На ютюбе недавно спрашивали Стоит ли на Upwork Переходить с русских бирж Типа fl.ru Стоит тупо из-за курса валют Потому что Принципы функционирования Везде примерно одинаковые Пока у тебя нет рейтинга Тебе так и так Приходится выполнять Дерьмовые работы Но лучше Не ставить себе Низкие рейты Типа там 5 в час Долларов я имею ввиду А выполнять просто Работы с фиксированной ценой Там за 50 долларов За 100 Там подвинуть там Мне пофиксить Чтобы у меня менюшка работала Или заполнить мне там Заголовки для SEO Там туда-сюда То есть там Есть много разных работ Лучше такие выполнить Чем демпинговать целый рынок Как индусы это делают За 5 долларов в час работают И в результате Всем кажется Что это норма И уже Ну да Это одна из ошибок Которую лучше не допускать Чтобы вас не ненавидел никто Чтобы потом Не остаться заложником Собственной статистики Где вы Уже 100 часов наработали По 5 баксов в час И вы бы уже рады сказать Типа пацаны Это не то что вы думаете Я шутил А уже Уже только так Тебя и нанимаю Это ты в том что сделал Да Работать над каждым проектом Который попадается под руку Учитесь отказывать Я думаю это В принципе не только Для фриланса Имеет смысл Но тем не менее Здесь вот Она нам Керри 5 расписывает Типов проектов От которых отказываться Первое Это что-то Что включает в себя Навыки Которыми вы не владеете Сто пудово То есть Вот если нету Прямо очень важной Мотивации Добавить этот проект В портфолио Как там Супер инновацию Но не умеете вы Работать там С джейсон Рест Айпиай Пока Не беритесь лучше Ни за что такое Потому что Потом будет стресс Боли, рези, жирной Проблемы Зачем это Бессмысленно Проекты которые вам То самое Тот самый дискомфорт Предоставляет Или вы не верите В то что этот проект Выстрелит У меня вот такое часто Бывало Или вам кажется Что это не очень Легальное что-то Так Или вам кажется Что вот вы просто Вот не можете Это сделать И вот из-за того Что вы не уверены В своих силах Вы можете это запороть Лучше от такого Тоже отказаться Проекты от клиентов Которые Не знают Чего хотят Вот это тоже Это тоже Не только для фрилансеров Но тем не менее Проекты от семьи И друзей То есть Лучше отказаться От проекта Сказать там Занят туда-сюда Чем окончательно Испортить отношения Потому что Бабки они такие Они вносят Раздор Так Ну и тут написано Че бы вот Если вы прям По полной Сейчас заняты Работаете Если вдруг Че-то прям Интересное Проходит мимо Лучше так мимо И пропустить Потому что Пострадает И готово И то не сделаете И нахрен надо Четвертая Вот ошибка Кстати такая Интересная Если вот Типа Ошибка Это не иметь Премиум Так скажем Всяких пакетов То есть Вот есть у тебя Делаешься сайты На WordPress И Если бы у тебя Была такая Премиум штука А еще я делаю Оптимизацию Под SEO Там Кэширование Настраиваю И что-то еще Даже если Первые 10 клиентов Не воспользуются Вот этими Так скажем Бонусами Сам факт Их наличие Вызывает Большее доверие Чем если просто Я делаю темки Но вот А больше Я вот ничего не умею Ну да То есть Сам факт Наличия Каких-то Премиум фич Он располагает Больше к себе Это как знаешь На тренингах Успеха Учили носить Брендовые вещи Потому что Людям в брендовых вещах Больше доверяют Просто подсознательно Вот здесь Примерно Та же самая история Так Пятая ошибка Это Платежи Не упорядочивать По времени И Грубо говоря У кого-то Брать деньги Там Раз в месяц У кого-то Два раза в месяц У кого-то От случая к случаю Ты знаешь Тебе там Да я потом тебе там Дам Вот на это Не соглашаться Потому что Иначе хоп И в какой-нибудь месяц Можно Не разбудиться По счетам В ноль Сработать И так далее Лучше Навязывать свои правила И самое главное Разным клиентам Одну и ту же стоимость Писать То есть Inconsistent ли Это значит Не Не одинаково То есть Лучше сделать себе Определенные Рейты То есть Какие-то Ценовые Диапазоны Выставить их у себя На сайте Или там В портфолио В профиле Чтобы все видели Что такая-то работа Стоит столько И со всех Брать одинаковое Количество денег Это Самый правильный способ Несмотря на то Что хочется Иногда с тех Кто побогаче Взять побольше Ну да Но есть вариант Сделать Допустим Скидку Кому-нибудь То есть Это будет все равно От твоей стоимости Стандартной Да Ну да Да Возможно Это Ты сейчас Прям как Как Спаркбокс Да Человеки Я вообще Сейчас Спаркбокс Getting too comfortable Не выходите Из зоны комфорта Это Ты недавно Дальше выкладывал В паблик В смысле У нас в паблике Это недавно была Шутка По поводу того Что Все книги По успеху Это Чуваки Из Беверли Хиллз Учат чуваков Из Магадана Выйти из зоны комфорта А и кстати Я видел эту шутку Но я не постил ее Да Я да У нас значит В чатике Она тоже была Вот тут Нужно всего лишь Выйти из зоны комфорта Седьмая ошибка Это Обещание лишнего Или Невыполнение Уже обещанного Ну тут я думаю Даже комментировать Бесполезно Вот тут Мизинчики Тут что-то да Тут Но это уже Когда вот Ты уже накосячил Вы миритесь Миритесь Больше не деретесь Восьмая ошибка Работать без стратегии Ну тут понятно То есть Как бы Если Вы не думаете А что через год А что через 5 лет А что через 10 То не будет никакого прогресса И фриланс Это точно такая же Как бы работа Такой же должен быть Бизнес план И стратегия для роста То есть Вот первый год Я поработаю так Потом я начну Укрупняться Найму там себе напарника И мы будем Под одним аккаунтом Работать Типа мы один фрилансер А на самом деле Тут уже целая студия Как собственно Очень часто бывает Девятая ошибка Забывать про бизнес став То есть Ну это продолжение На самом деле Предыдущего Просто потому Что нужно там Учитывать налоги Маркетинг Рекламу Лицензирование То есть Это поначалу Ты можешь работать Там хей-хей Я там ворованными Шрифтами вам делаю Туда-сюда А потом уже Если вы собираетесь Укрупняться И как-то Становиться Серьезными Лучше все это учесть Десятая Последняя ошибка Слишком сильно Рассчитывать На текущих клиентов То есть Текущие клиенты Это хорошо Но вдруг Через год Уже все будет Не так здорово А ты уже Не продумывал Заранее Никаких планов Как увеличить Клиентскую базу Как выйти Там на другие рынки Какие-то Ну Опасно это Нужно всегда Где-то Сзади На затылке Держать План Б Так Все Вот такие ошибки Ну Слушай Это полезно Знать Тут Очень много Ну Я кстати Кто не знал Я в описании к видео И на сайте И на ютюбе Я всегда публикую Список ссылок Которые вообще Могли бы вам пригодиться Так вот Тут дохрена Еще всего Про фриланс Кири Казенс пишет Поэтому Если вас эта тема Очень сильно интересует Во-первых Пишите в комментариях А во-вторых Читайте статьи Ну К следующей теме Которая называется Порно двигает инновации На сайте Кьюрис Мэрик Кьюрис Мэрик Причем Заметь Я Да Чуть включусь Тема 2014 Дефолтная Вордпрессовская Поэтому она лагает До ужаса Кстати да Вот по этой кнопке Поиска Зеленого Да Почему-то вот С желтого На зеленый Ну Может быть Так хотели Спаркбоксы Спаркбокс не поработал Вот честно скажу Какое-то все говно Но инфографика прикольная Инфографика достаточно Ну с одной стороны очевидная С другой стороны занимательная Короче Почему порно двигает Ну реально двигает инновации Почему Дает толчок Так скажем К развитию Подземные толчки Как все это Многозначительно звучит Я прям не могу Да Так вот Началось все С кабельного телевидения Как бы вы могли подумать Точнее здесь даже не то что началось Здесь просто будут категории И мы по ним немножко пробежимся Ну чисто теоретически А не хронологически Ну да Да Так вот Кабельное телевидение Начало развиваться Именно из-за порно Почему Потому что Во-первых Начали развиваться Начали развиваться Выделенные Консюмерские Так скажем Кабельное телевидение Короче Сам факт того Что появилось Кабельное телевидение Не федеральное Этому мы обязаны Порнографии Потому что Вот тут написано В 76 году У компании Manhattan Public Access Cable Было 80 тысяч Подписчиков Это в 76 году Уже Ты представляешь Да Которые подписались На вот этот канал Я так понимаю Там где Было порно Нет Они подписались И вот какой-то канал Джордж Эбен Включить Лаунч Запустил Шоу The Ugly George Hour Of Truth, Sex and Violence И через 13 эпизодов Было уже 100 тысяч подписчиков А к концу второго сезона 300 тысяч подписчиков То есть бомбануло Не шутошно Далее The VCR То есть именно Видеорекордеры Как я понимаю Да То есть Сами по себе Видоки Начали Тоже Они как бы И улучшались И Количество Купленных И количество Кассет Записанных На этих Видоках Увеличилось Из-за Порнографии Опять же Потому что Она Все ее Множили По всякому Продавали Тут да Тут пишут Что на фильмы Все и так ходили В кино Спокойно Их это устраивало А вот чтобы Перезаписывать Что-то передавать Все мы понимали Все мы понимали Что все Перезаписывали Передавали Далее Естественно Интернет Но интернет Тут говорится Вообще Какие-то Очень старые Вечи Что аж В 70-х В 80-х Уже Начались Нет В 70-х В 80-х Компьютеры Появились Да А потом В 80-х Уже первый В начале 90-х Первый Online Порно Сервис Да Хотя казалось бы Что там могло быть Вообще Мне вот просто Там пиксель Ларри Игра Я не знаю Ну И тем не менее То есть там Пиксели Пиксели Да Online Payment Systems Ну да Естественно Естественно Денюжки И оплата Порно Была всякая Разная И кто Типа Кто круче Кто Кто Еще в 99-м Году 1,3 Биллиона Это Часто Миллиарда 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 Бобосов Было заработано На порно Это 8% От всей Online Коммерции В этом году Да хрена Больше чем люди В тот момент Тратили на книги И самолетов Авиаперевозки Вот Ну естественно Такие коммерческие Темы Как Paypal Ebay Amazon Они все Они бы Понимаешь Как факт Даже не бомбанули Потому что Никто Очень сложно Людей заставить Пользоваться Чем-то реально Новым Ну то есть Вот Все по умолчанию Очень настороженно Относятся И Сам факт Того Что Такие Количество Денег Стопудово Уже проходили Через интернет Позволили Вот этим Выбиться Чувакам Ребятам Выбиться Да Просто Тем более Что Ну Доверие К таким Штукам Особенно с деньгами Когда еще Еще как бы Менее Менее Поэтому Да То есть Вот В 2006 Написано Что уже 2,8 2,8 Миллиарда Хотя Вот От Так Стоп И Матч Слово Плюс А Это в год И в результате Увеличился Весь объем Онлайн Продаж Со 150 До 200 Миллиардов Ну Короче говоря Хорошо Все Хорошо Все Стриминговый Контент Далее Я не знаю Причем Здесь логотип Ютуба Ну То есть Как бы Ютуб Он в принципе Никогда Порно Нам не Демонстрировал Нет Здесь же написано Что Компания Red Light District Причем То есть Была такая Голландская Компания Прям называется Район Красных Фонарей Они в принципе Первый Рабочий Интернет Сервис Стриминга Организовали Еще в 94 Типа Если бы Они тогда Там не сделали Ты знаешь Как кто-то Изобрел машину А потом Придумали Паровоз Не было бы Ютуба Если бы Не придумали Паровоз Не придумали Потом Двигатель Внутренний Вот так же Не было бы Red Light District Не было бы Hulu CNN YouTube Ну Это охренеть Можно И на самом деле Видишь Если бы Не было Порнографии То сегодняшние Вебкасты От президентских Речей До вирусных Видосов Котят Были бы Все еще Научной Фантастикой Так слушай Надо тогда В космос Порнозвезд запускать Так я напоминаю Ну мы уже даже В подкасте Сто раз Обязали Что Порнхаб Собирает бабки На первый ролик В космосе Ну да То есть Все правильно делается Вот оно Развитие Поперло Видеолайфчат Ну я как понимаю И видеокамеры И вообще все технологии Связанные С лайфчатами То есть И интернет Как бы И вообще Все-все-все Все развивалось Конечно Из-за Паранографического Бизнеса Естественно Faster Broadband Естественно И девайсы Которые подключают Нас к интернету И раздающие Все эти штуки И все Просто кабеля И нужда К огромному количеству Трафика И контента Вся Двигается Вперед Только вот Той самой Нуждой Той самой Нуждой Digital cameras Ну естественно Как я понимаю Здесь просто Про то что Просто про то что Цифровая Почему лучше Цифровой контент Потому что Его можно защитить Нолики Единички И они Защищали Копирайтами Так скажем Свои работы Ну и для того Чтобы продать И просто для того Чтобы защитить Туда-сюда Поэтому цифровая Фотография В большинстве Своем Развелась Только благодаря Порнухе Ну да Ну и собственно Следующий пункт Тоже про Прайваси Про Защиту Прав То что здесь И как и музыка Как и фильмы Порноиндустрия Она также Имеет свои права Там все Все эти штуки Я думаю Там еще более Жесткие какие-нибудь Темы Тем более что Насколько я помню Там только в одном штате В Америке Можно снимать По-моему Чуть ли даже Не в одном Только вот в Лос-Анджелес В каком-то там районе Поэтому юридически Там все фирмы Там зарегаются А если нет Там то только С презервативом Ну там какие-то Вообще Жуткие правила Но тем не менее Ну да Сам факт Что может быть Даже целый Юридический бизнес Образовался Только из-за этого Да Представляешь Это надо Это в ГТА Такие герои должны быть Чувак юрист по порну Он должен выглядеть Как какой-нибудь Сутенер Как самый сильный Главный юрист Точно так же Как наверное Самые сильные Оптимизаторы Там по скорости Серверов Они в порнхабе И работают Потому что только там Вскипают просто провода От того Сколько трафика Идет туда-сюда Кстати да То есть если ты уже Специалист Работаешь в порноиндустрии То все Значит профикус Как минимум 3G мобайл интернет Как я понимаю Тоже Тут говорится просто Что во-первых С мобильных девайсов Очень сильно Серчат порно То есть 20% 20% вообще В принципе Мобильного трафика Но это что-то Хотя я не знаю На самом деле Много это или не много Вот так 20% Это немного Но если подумать Про порнуху Ну это одна пятая От всего То есть каждую пятую Страницу ты открываешь Ну я нет С мобильного Причем девайс Причем да С мобильного С десктопа 80% скорее всего Мне нравится Как здесь небольшая Приписочка А что же нас ждет дальше Ух ты Я вот когда добавляю Эту тему Я даже не проскрою А вот туда вниз Не видел Так вот И тут нас ждет Во-первых Нас ждут роботы То есть Индустрия может развиваться В сторону Роботизирования Порно Да Тут вот написано Что Исследователи Предсказывают Что в 2050 Будут уже браки Людей с роботами Зарегистрироваться Мне кажется раньше Еще раньше Мне тоже кажется Уже роботы Обженились между собой В Японии А уже сейчас 2015 Поэтому Боюсь Боюсь Ну да Просто порно Экспансия Так скажем То есть Во-первых Делают уже домены .porn.adult Да Всякое такое То есть Вообще сильно растет Вся эта тема В массы Ты смотри Написано Что у порнуки Уже больше Attention Так скажем Ну грубо говоря Ее больше смотрят И больше денег Рутся Чем там Тейлор Свифт Чем Тейлор Свифт Ну это понятно Я в принципе В принципе да Интернет вещей То есть Все Технологии Virtual Sex Technology Я так понимаю Тоже Тоже будут развиваться Ну знаешь Я вот да Есть же такие девайсы Которые там Ты купил себе Электронную башку Причем именно вот ты И там ты ее целуешь И тебе целуют С той стороны Грубо говоря Там ты язык всовываешь С двух сторон И ты грубо говоря Электронный поцелуй У тебя По проводам Перебьется Ну это как и Robotics Так и Ну да Это уже все Но тут-то это именно вещь То есть То что робот умный Я так понимаю Robotics Это все-таки Что типа Искусственный интеллект Более или менее А тут-то ты Человек с человеком Может связываться С помощью вещей А с помощью девайсов Понятно Communication Ну это то же самое Что ты говоришь Но вот кстати Здесь упоминаю Что Snapchat Типа Из-за того что Ты шлешь И сразу удаляется Сама Сами фотки удаляются Типа ты шлешь Голые фотки Потом они уничтожаются Да Вот это типа да Ну и просто Технологии Опять же Опять же Я так понимаю Это тоже Что ты Что ты и сказал Про языки И про Да Тут тактильные Всякие технологии Порнографические Типа там Секс-игрушки И Пояс беременности От Хаггис Который позволяет Прочувствовать Как ребеночек Пинает в живот Слушай Я вот сейчас Хотелось Нам с тобой Прочувствовать Не Суть в чем Слушай А чтобы по идее Тогда давай Короче Надо чтобы Веб-дизайн рос Надо тогда Просто делать Короче Голых телок На css Не та Степень погружения Мне кажется Надо языки Надо языки Согласен Ну ладно Отличная тема Давайте Про степень погружения Ты вот Сам того не знаю Очень крутой Мостик Сделал К нашей Следующей теме Ну-ка Google обсуждает Отмену Смайл Анимаций Для SVG Так То есть То на чем Реально Можно было бы Сделать Нормальную Порнуху Отнимают У нас С тобой Почему Объясняю Вот Филипп Роджерс Еще 30 апреля Выложил свое намерение Как представитель команды Хромиума Такое чувство Что он тебе в почту написал Это не почта Это гугл Рассылки почтовые То есть там Есть такая тема Когда ты пишешь И твое письмо Становится публичным И тут грубо говоря Пять страниц Переписок Публичных Люди Переписываются На эту тему То есть В Интернетных Технологиях Это очень популярный Формат Называется Веб-рассылки Так и есть Так То есть тут Через гугл группу Это сделано Ну так вот И он пишет Что типа Смайл Вообще Рассказываю У нас есть ролик Про SVG анимации Кстати говоря Так вот Там Я рассматриваю Про то Что анимации В SVG Бывает трех видов CSS Джаваскриптовый И смайл Смайл Это универсальный формат Анимации Который встроен Прямо в SVG файл То есть там Есть теги Анимейт Там Сет И так далее Которые Непосредственно Ты прям пишешь В теге Анимейт Что вот Тот-то там Паф Который у тебя Сверху Нужно Изоморфно Переанимировать В другой Паф И он Плавно Очень его меняет То есть Ну я про это Целый видос записывал Да Не будем сейчас повторяться В общем Это универсальная штука Для того Чтобы ты эту анимацию Передал Прямо в SVG файле То есть Допустим Есть даже Такие плагины Для флэша Flash to SVG То есть В Macromedia В Macromedia В Adobe Flash Редакторе Делаешь анимацию И экспортируешь ее Как SVG И она В смайл формате Эту анимацию Пишет Это универсальный формат Для передачи анимаций Между Так скажем Разными форматами Будь то Flash Джаваскриптовые анимации Или там Что-то еще Я не знаю Что еще пока Нам неизвестно То есть Грубо говоря Порно анимации Да Порно Ждал Я ждал Это как Из Фотографий Ну из JPEG файлов Убрать мета информацию Ну знаешь Там ее позицию Автора На какую камеру снят Да На какую камеру С какой выдержкой Там Какая чувствительность была У пленки Именно у пленки И так далее Вот вытащить эту мету информацию И убрать Потому что она корявая Там И потому что вы барана В хроме Не можете ее нормально Имплементировать Чтобы она не тормозила Почему они хотят убрать Потому что вот Тормозит Вот медленно Стало работать Вдруг внезапно В хроме Вот все хорошо было И вдруг решили Добраться Как-то до До этого И убрать Так А на самом деле Ну да Это по сути Единственный Формат Который можно Нормально Промежуточно Перенести Анимацию Из программы В программу Из формата В формат Ну и в принципе Вот Есть нотная грамота И это единственный вариант Перенести Музыку там С пианинки На гитару Вот ты записал Эту песню И ты ее можешь На любом инструменте Теперь сыграть Вот так и здесь Ты анимацию сделал Во флэше Например Или в иллюстраторе Там SVG накидал Вот неважно Вручную даже Если ты ее написал Там все пишется Просто кодом А тут Хоп И Не можешь теперь Ее передать Из одной программы В другую Потому что Хром Не может Имплементировать Чтобы она была быстрая Они пишут Что на самом деле Есть же Джаваскриптовые Полифилы Типа там Fake Smile Smile to CSS Или Smile CSS Он просто называется Ну здесь вот есть Здесь есть разные ссылки По этому поводу Но они Ни хрена Не повышают Короче говоря Есть вещи Которые ни на каких Из них нормально Нельзя реализовать Это будет сильно костыльно Но они пишут Что вот Всего там 0,04% Используют Smile И типа Даже те Кто использует Больше всего EGN.com Я так понимаю Это сайт Про технологии Или про игры Я точно не помню Ну Да Про игры Вот они типа Используют Smile Для какой-то Анимации Логотипа И это вся доля Я так понимаю Да И то типа Если Единственные Короче Кто пострадают Это те Кто использует Smile Как SVG файл И этот SVG файл Как им Грубо говоря Располагают На средстве Тогда Джаваскриптом Нельзя будет С ним никак Поработать Но это всего 0,06% Page views То есть Окей Чуваки И этот чувак Реально написал Типа вот что Firefox тоже решил Что вот их новый Web Animations API Про который будет Отдельный видос Он заменит Спокойно Это все говно И так далее Это было 30 апреля После этого Я сейчас Хронологию Устанавливаю В Chromium В какого-то там Июня Сейчас откроется Скажу 10 июня Добавили Вординг В консоль Если у тебя На странице Есть SVG файл Со Smile Animation Там будет написано Типа Внимание Вы используете Старое говно Типа Предупреждение Подумайте о том Чтобы переделать Все на джаваскрипте Там и так далее Так Так вот И все бы ничего Ну как бы Обычно люди такие Ну окей Типа Да Почему бы и нет Раз надо На джаваскрипте Значит надо на джаваскрипте Но вот здесь 2 октября Был чувак Фриман Муадиб Не знаю Какой Какой он Национальности Он пишет Вот типа Скорее всего Вас заставят вернуть В Chrome поддержку Потому что Есть типа Большая разница Между просто Анимациями Программируемой Тима Как джаваскрипт Где надо реально Кодом запрограммировать Что вот после этого Задвинуть Это туда-сюда А типа Смайл Это текст И вот Ты просто Ну как бы Аналогия с нотами На самом деле Самая прямая И вот он пишет И вот он пишет Некоторые нельзя Сделать Туда-сюда Если допустим Есть в Snap SVG Даже 2 Джаваскриптовые Библиотеки И GreenSock Ну GsApp Так называемый Он хоть и платный Но там есть бесплатные Всякие штуки Вот типа Надо тебе анимацию Из Snap SVG В GsApp Переделать И ты никак Это не сможешь делать Без смайла Тебе придется просто 2 редактора кода Открыть Тут читать Тут писать Без этого типа Промежуточного формата Нельзя будет ничего сделать И вообще То есть Ну он здесь Приводит Так скажем Разные варианты Что даже Flash to SVG С помощью смайла Использует Но я так думаю Это так и останется Так скажем Глазом Вопиющего В пустыне Если я правильно Использую это выражение Скорее всего Уберут все нахрен Ну да Да Мне тоже кажется Что уберут Потому что Джаваскрипт Бла-бла-бла Но я Я сильно поддерживаю Вот этого чувака Это очень нужный Крутой формат И только из-за того Что у них на хроме Он вдруг как-то Хотя Насколько я не использовал Здесь даже Какие-то чуваки Сейчас я попытаюсь Посмотреть А вот да Здесь чувак пишет Я целую игру Сделал на смайле То есть вот я там Жму туда-сюда Там плей Изи Вот ема Да Ну тут Так отлично Я честно сказать Не знаю Что здесь надо делать Но здесь вся игра Сделана на смайле Он пишет Вы что делаете Мне что игру Все переписывать Она же не будет работать Там туда-сюда Чувак деньги потеряет Из-за этого Я не знаю Да Скорее всего Я тут у него как бы Рекламы сильно не вижу Ну-ка Можно тут выиграть Или нет Ну ты давай-давай Нет я коуткин запустил Случайно Ну короче говоря Я прям То есть технология Это мощная Технология нормальная И самое главное Незаменимая То есть как бы Все я походу В тупик попал Иначе никак не сделать Ну ладно Не важно В общем Пишите что думаете По поводу смайл Но Это мне кажется Это начало конца Хрома как вообще К ним никто не пришел В хром Не постучался Не сказал А как раньше работало все А что сейчас раньше Начали убрать Я так понимаю По мнению хрома Команды хрома Всегда дерьмово работала Но вот сейчас прям Во-первых Они стык по горло И они Все хорошо в хроме Вот только это Оставить Вот они Как в стране Все хорошо Только мигалку Надо у Михалкова отнять Вот здесь то же самое Ну понятно Переходим к следующей теме Следующая тема Как я понимаю Сразу русскую Открой да Русскую На mail.ru Мы скатились Мы вот отсюда будем Новости Мы сейчас еще Установим там Что у них Агент mail.ru Да Спутник браузер Охранник mail.ru Мне нравится Что заголовок Гласит Оригинал был На рекоуд Первый раз Слышу про такой блог Я так понимаю Оригинал В оригинале Такой же Типа заголовок Типа Твиттер отменит Ограничение В 140 символов Твиттер планирует Пойти дальше Как фил филлер Чем элемент 140 символов То есть громкий заголовок А на самом деле Это все про то же Про что мы говорили Опять же Сколько нам подкастов назад Про то что Твиттер Прикольная анимация Да да прикольно Твиттер Укрупняется Как бы И переводит Все сервисы На себя То есть Вот была тема То что Картинки Сам твиттер Не хранил Картинки Потом он Сделал Он купил Да по моему Твитпик Типа такого Эх Ты черт Не скажу Ну что то Типа того Короче Теперь картинки Он хранит у себя Они купили твитпик И все что на твитпике Лежало Они перегрузили Тоже к себе Да то есть Купили просто крупнейшие То есть весь трафик Короче они гоняют Через себя И вот тут Они заметили Видимо уже по статистике Очень много твитов Пишут Таких Которые не умещаются В 140 символов И чуваки Чувакам приходится Изгаляться На сайтах С кучей рекламы Вот это знаешь Размещать Там твитлонг Вот это все Писать больше символов Чем 140 И как бы ссылку Кидать ссылку Там будет типа 120 символов Многоточие И ссылка Да Что хотите дочитать Моё висер Во-первых это некрасиво Да Во-первых это некрасиво Потому что если твиттер Сейчас Твиттер сделает Свой сервис Такой Или кубит Опять же И переделает И сообщил Источник рекоуд Знакомый с планами Твиттер работает Над новым продуктом Который позволит Размещать Да Не знаю будут ли они Покупить Ну хотя Это все может быть Но короче Суть в том Что почему Почему это плюс Потому что Они это могут Со всеми приложениями Своими интегрировать Что на майке Что на айфоне Что на андроиде Бла-бла-бла Ты там нажимаешь Допустим один раз Второй раз нажимаешь У тебя раскрывается Прямо в самом приложении Да Есть один плюс Это не будет противно С точки зрения UX Скорее всего Правда Как они это будут Монетизировать Я не знаю Между Между Первыми 140 символами Продолжение Рекламку показывать Ох Да кстати да Рекламный твит Ну то есть Ты сам невольно Давай подумаем Как это к концепции Твиттера относятся То есть в принципе Было всегда прикольно Что ты можешь написать Всего 140 символов Потом или новый Писать твит Или блин Просто Урезать свою мысль Так скажем Я согласен Они раньше так И рекламировали Что типа вот у нас Вы можете прям Вот четко хлестко Все писать А сейчас это уже Не щебетание Не твит Не твитинг А блин Не знаю Лайв журналинг Нельзя Цензурным словом Нельзя назвать Какой это твитинг Теперь Да ну короче Пишите и подписывайтесь На наш твиттер И все ради этого Да Потому что Причины пересмотра Давай чуть-чуть Давай немножко углубимся Зачитаем Как поясня Причины пересмотра Фундаментального правила Как поясняется Связаны с необходимостью Наращивать абонентскую базу Заметного увеличения Которого в последнее время Не наблюдается Ааа Ты имеешь в виду У них заглохло там все То есть Надо как-то Привлекать новых людей Которых уже вот Сковывало когда-то 140 символов И они видишь В полноценную соцсеть Пытаются Ну куда Куда более молодой Инстаграм уже обогнал Твиттер Ну это наверное После того как они Фотки расширили Да нет я думаю Да просто Ну да я согласен Все таки Когда фейсбук их купил Он больше стал в рекламу Вкладывать Лучше интегрировался С фейсбуком И возможно Все вновь зарегавшиеся В фейсбуке Автоматически Регистрируются В инстаграме И все Там могут И искусственно На самом деле Ну да Нарастить Да То есть там У них есть Так скажем Как это называть Ресурсы Ну не административный Конечно Но да Честно сказать Когда вот ты Про твитлонгер Сказал У меня сразу Дикая ностальгия По 2009 году Когда мы еще В вузе учились Только мы В Челябинске Использовали твиттер Ну не только мы Но реально мало людей Это делало И тогда Было прикольно Что о твитлонгер Потом я уже Никогда это не использовал Потому что Концепция не та На самом деле Меня немного расстраивает Что все так меняется Я тут как Шелдон В теории Большое разы Ну кстати Я посмотрел Последний Ну ладно Короче Суть не в этом Что ты посмотрел Там уже Три серии вышло Или нет Теория большого Третья Или сегодня Или завтра Я еще не знаю Я сегодня Столько дел было Что я даже Не попытался понять Сегодня она Или завтра Ну короче Спойлер Спойлер Они же с Эмми Еще не начали встречаться Заново Не вернулись Короче ладно Окей Вы все равно Это услышите Еще когда Третья серия выйдет Все Собственно Такая Короче Наш вердикт Посмотрим Что будет Да Будем посмотреть Я очень сильно Надеюсь Что это будет Или платная фича Или как-нибудь Они это сделают Так Что прям Вот я Из своего Уютного мерка Не придется Мне видеть Все это говно Многосимвольное Ну да Представляешь Вот все Новостные источники Которые я сейчас читаю Они не будут Пытаться Уместить 140 символов Свой кричащий Заголовок Чтобы я перешел По ссылке Они будут просто Там И все И мне надо Развернуть Ну не знаю В общем Для меня Это потеряет Какое-то Очарование Твиттер Ну к нашему Блоку Сейчас Самому Блок по Вордпресс Я думаю Мы так В режиме Блиц Его проговорим Вордпресс 4.4 Уберут Ссылки На Вьюпост И Гетшортлинк Вот отсюда Здесь Видишь Было Редактировать Вот этот Пермалинк Если угодно Вьюпост И Гетшортлинк Были кнопки Их теперь Уберут Во-первых Потому что Вьюпост Был в админбаре Но здесь Не показано Там сверху Всегда есть Посмотреть Запись Можно нажать Здесь Не обязательно Я вот этими Не пользуюсь Никогда Поэтому Такое мелкое Изменение Оказалось бы Давно пора И кстати Смотри Пермалинк Здесь был Вот тут Желтое Вот это Выделение Не пойми Че Тут теперь Просто Синя ссылочка Будет И все Ну да Первый линк Выделение С точки зрения С точки зрения UI Более консистент Это все появилось Так Небольшая инфографика Про скорость сайтов Которая на самом деле К WordPress Имеет очень Посредовательное Отношение Просто на Вп Engine Блоге Они об этом написали И пишут Что такое Мощь одной секунды Что такое Одна секунда Знаешь Здесь должна быть Вот эта цитата Только тот Кто потерял Там Родного Знает Там Цену Одной минуты Только тот Кто там Не забил В последний момент Спроси спортсмена Если хочешь знать Там про Там Оршавин Так вот И тут написано 11% меньше Page views Просмотров страниц Короче говоря Если есть Односекундная Задержка То на 11% меньше У вас будет Просмотров страниц Сразу Я на самом деле Боюсь представить Что будет Когда Я ее в дизайн Ру все таки Переделаю И там она будет Не 8 секунд Открываться А одну Скорее всего Да Просто Подставлять Придется Только там Ведра Деньги Не знаю Да Тазики 16% Уменьшение Удовлетворенности Пользователей То есть Представляешь 11 из них Допустим Просто ушли А еще 5 Просто неудовлетворенные А мы знаем Что неудовлетворенные Пользователи Это прям Самое худшее Что может быть Для контентных Ребят И на 7% Уменьшаются Конверсии За одной секунды То есть бабки Непосредственно Да То есть Ну тут есть Небольшой график Что вот типа Как вот было Когда все хорошо Вот 500 миллисекунд Есть Уже хоп Уменьшается А секунда То есть 1000 миллисекунд Еще меньше Причем Вот на каких-то неделях Прям сильно просело Там видимо Нетерпеливые Неудовлетворенные Знаменитые Да Неудовлетворенные Но здесь написано Опять же Что Если ваш сайт Будет очень быстрый На 88% Вероятность Увеличена Что будет больше Удовлетворенности То есть Вот не 100% Пока вероятность Но так далее То есть В 9 раз Быстрее Вам скажут Что что-то пошло не так На 2 В 2 раза Увеличится Репутация Вашего бренда И в 4 раза Уменьшится стоимость Там на хостинг На всякое такое Ну то есть Фактически Из-за того Что быстро работает Меньше ресурсов Жрет там Ваш процессор И так далее Короче говоря Причем Чтобы было быстро Начните с WordPress Я бы тут конечно Поспорил иногда Выберите умную тему Сожмите изображение Будьте минималистом Зажимаете там все CSS в один файл JavaScript Бла-бла-бла Самое интересное В этой инфографике Это то Что Amazon Доложила Что за каждые 100 миллисекунд На которые они Ускорили сайт У них на 1% Увеличились доходы Это охренеть То есть допустим Если он у них Раньше открывался Полторы секунды Теперь открывается 400 миллисекунд Хотя с таким количеством Контента 400 миллисекунд Это конечно Оптимистично Но я думаю Они могут Такое позволить На 10% Увеличиваются Ну это как бы Это большие бабки Я думаю Я думаю Это гигантские Волмарт На 2% Увеличил конверсии За 1 секунду У вас сразу Пластиковые Кроксы Начали покупать И штаны Обычные Марки штаны Прямые штаны 60 миллионов Больше Firefox Загрузок Mozilla Насчитала За то Что на 2,2 секунды Увеличил Тут не на 1 Надо нам сейчас С тобой высчитать Что за 1 секунду Там 30 миллионов Загрузок Ну короче говоря Эта хрень Реально Делайте сайты Быстрыми Отлично Мне нравится Я даже Вот последнюю Нашу тему Про WordPress Тоже опустим Давай сразу К криминальному К нашим комментариям И зачитаем 1 Может быть не 1 Ну-ка Здесь есть Какой-нибудь интересный Давай самый вкусный Пишите кстати Самые вкусные комментарии Мы зачитываем Возможно Поздравление С днем рождения Да Возможно Реклама Вашего пива Возможно С учетом Высыла Да Бесплатного ящика Так Сообщество Просмотрит Тут свои Засветил Случайно Но я затемню экран Не волнуйтесь Когда буду монтировать Чтобы незаметно было Пользователь С ником Рязанцев Пишет Ребят Я послушаю Скорее всего Все ваши выпуски Неплохо Потому что Привет Табличная верстка Да-да Пришло время Вернуться в строй Возможно Он имеет ввиду Что он Последний раз Верстал Когда еще было Таблицами И теперь Ему надо Поднатаскаться И вот наш канал Это лучшее место Где можно Поднатаскаться Но возможно Послушает все выпуски Возможно Возможно будет устанавливать Все игры После этого И он пишет Я хотел вам Кое-что сказать За канал Так Вам стоит научиться Укладываться В 30 минут Иначе горы просмотров Вам не видать Как раз Час 26 идет Да Как раз лишних час Мы уже говорим с тобой Вот блин Так вот А ведь все шансы есть Реально Очень познавательно Но поставьте себя На мое место Мне реально тяжело Уделить столько времени На просмотр Уверен Таких людей Большинство Придется поставить Все на место Рязанцев Я недавно помню Когда у нас с тобой Были подкасты По 30 минут И мы первые разы Робко выходили За 40-45 минут И у нас тогда было По 600 просмотров Нам говорят Вот вы Вот вы Если вы выйдете За 30 минут То вот 600 просмотров Ваш потолок Останется Теперь у наших подкастов 3-4 тысячи просмотров А мы выходим За полтора часа Уже иногда Ну да Так что Уважаемый Рязанцев Мы Поставили себя На твое место Но вот нам Реально Не тяжело Скорее всего Не сможешь послушать Все наши выпуски Да Потому что У нас такая Концепция Нынче Он же кстати Был недоволен Что в 4-х Разворках экрана Что чепушило Бухает 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 Там по скайпу Печальней Какой культуры То есть вот А то что просто Чепушило На канале Нормально Да То что в принципе У нас чепушило В кадре Это нормально Но вот то что Бухает Это прям вообще нет Так окей Есть еще какие-то У нас веселые Или даже может быть Серьезные Нет никаких Здесь всякая Паза В основном хвалят Спасибо вам Вообще за все ваши Положительные комментарии Оставляйте еще Пишите Вообще все ваши мысли По поводу наших тем И пишите Может быть какие-то Мало кто знает А три из сегодняшних тем Были нам в ВК Предложены Мы просто На самом деле Зазнались И перестали говорить Что спасибо Там пользователю С ником Таким Я за анти Как меня Ну давай Что я думаю По поводу обойки Ты стопудово Хочешь спросить Да кстати Как у тебя Вот обойка сегодня Блин Ну вот если бы ты не сказал Что это на самом деле Ты сфоткал Я подумал Что сам сплэш Прям вот такой комплимент Ты мне будешь Дать Я считаю что это Я считаю что это нормальный комплимент Ну то есть я увидел Что есть некий фильтр Вот именно облака Да Сразу бросается в глаза Что очень темные облака Ну да HDR здесь применен Легкий небольшой Причем с помощью Платных вот этих программ На которые я сделал обзор В обзоре ОСТН Эль Капитан В начале обзора Вот тут Фу господи За это все уже В начале этого подкаста Была ссылка Короче говоря на него Это местечко называется Сен-дальма-ля-сильваж Маленькая деревенька На Франции Во Франции В Провансе Недалеко от Лазурного берега И недалеко от того места Где упал самолет Джоман Винкс Который там пилот Сам вниз направил Ну 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 нет Знаешь что В 5 километрах от того места Какие эмоции вызывают На самом деле Вот тут видишь Дома Они как бы Замаскируются Под Рядом лес Уже все рядом лес Беги Короче говоря Дома сливаются С окружающим миром И кажется что они уже Растут вместе То есть они уже настолько Нейча Они настолько природные уже Я Вот на следующей неделе Или может быть В этот раз в обзоре Ну нет На следующей неделе Мы с тобой обсудим Я поставлю фоточку Изнутри этой деревни И ты увидишь Что там они реально растут То есть там даже Вот эти стоки Которые с крыши По которым вода течет Они не из профности Они из дерева выполнены Ежи Слушай А через один выпуск Поставишь там Из душевой Какие фотки Можно Можно Да Попробовать Изнутри вот этой церкви Она кстати действующая Католическая реально Церковь Как выяснилось Во Франции Все католики все еще Ну То есть не как в Германии Протестанты там Лютиране И любители Гейских браков Католики по-прежнему Гейские браки Не одобряют То есть жесткие пацаны Хотя Франция Казалось бы Ну то есть там просто Во Франции Многие не католики Не верующие И поэтому они уже Одобряют И у них это Не то чтобы Государственная религия В том смысле Что ее никто никому Не навязывает Ну как у нас Ну да К счастью Или к сожалению Примерно как у нас Хотя мне кажется У нас верующих людей Больше чем там Уже там все люди Уже верят в парфюм И в воск для волос Не в этой деревне Конкретно А в Ницце Ну да Из нее тоже можно будет Поставить потом фоточки В общем да Подписывайтесь на канал Ставьте нам лайки Рассказывайте друзьям Подписывайтесь на нас В соцсетях Вконтакте В Твиттере В Фейсбуке В Инстаграме И ставьте нам Звездочки на Айтюнсе Кстати кто-то один Мы вычислим эту скотину Да Сменил рейтинг С пяти звезд На три звезды Я отслеживаю каждый день Как меняются рейтинги На Айтюнсе Кто-то один Сучился Я не побоюсь этого слова На этой позитивной ноте Я считаю Закончили Да У нас как раз За час тридцать Все это перешло Поэтому удачного всем дня Пока Пока Пока